Марьян, вы успешная эстрадно-джазовая певица, автор песен. У нас такие сведения. Автор песен, актриса, даже телеведущая. Сколько лет вы поете? Ну, получается, 30. 30 лет. И как вы считаете, музыка меняется? Изменились вкусы. К сожалению, не могу сказать, что изменяюсь в лучшую сторону, в сторону музыки, скажем так. Потому что я с 5 лет вообще занимаюсь музыкой как таковой, да, и с 18 начала пробовать петь. До этого я не занималась вокалом, конечно. Я занималась как пианистка и изучала вообще эту науку, начальную музыку. И потому мне сложнее как всякому музыканту воспринимать, когда под видом музыки, да, начинается такая... Начинается действительно какое-то приучение человека, людей к дурному, вот к дурновкусию. То есть я не против никакой хорошей музыки. Я люблю и рэп классный, я люблю там и рок. Я люблю вообще любую музыку, если это сделано профессионально и если это... Вот мы с Владимиром Валентиновичем обсуждали рэп. У вас есть какие-то любимые рэп-исполнители? Да, я люблю Тупак, Шапуру, я люблю Нотарию Сбиджи, я люблю такую вот свою историю. Это круто. Нравится современная популярная музыка? Есть, есть, которая нравится, конечно. Что-то джазовое? Почему не обязательно джазовое? Просто дело в том, что вот когда мы говорим, вот у нас очень любят сравнивать все с Западом, да, то вот когда мы говорим в сравнительной степени, да, допустим, Леди Гага. Вот если вы смотрите на Леди Гага, это точно не Лабада. Потому что Леди Гага может одинаково великолепо, это высококлассный профессионал. Она может при этом блистательно совершенно в стиле сделать несколько серий концертов с Тони Беннетом, великим, да, джазменом, и показать себя в джазе. Так круто. Абсолютно не пошло, потому что она знает этот стиль. Она может выйти с Металлика и засадить такой драйв, потому что она знает этот стиль. И она не будет выпадать из стиля. Это не будет специально приглашенная звезда для антуража просто с ее, значит, регалиями. Нет. Это будет жесточайший профессионал, который пашет. Пашет и знает свою профессию. Я вот за это. Я за то, что Роб Уильямс, да, когда выходит и делает Дедикейт Фрэнк Синатра, это просто изумительный концерт с биг-бендом. Это как Росфи или Род Стюарт, великий, да, олдскульный рок-исполнитель, и он выходит и записывает два самых продаваемых джазовых альбома. Это как роспись. Почему про джаз? Это как роспись в профессионализме. То есть у нас что как роспись в профессионализме? У нас вообще многие певцы не знают музыкальную грамоту. Но я здесь не... Особенно современную. Ну, да. Как вы относитесь... В последнее время появилась такая теория, что смысл не важен в музыке? В последнее время появилась вообще теория, что смысл не важен. И куда это может вообще привести? И музыка – это искусство. Все время пытаются забыть или стереть, или за ненадобность. Это же так обременительно. Когда ты занимаешься чем-то профессиональным, нам профессионально, на это же надо много времени, а у нас времени нет, все очень быстро, надо быстро хайпануть, надо быстро... Ребята, мы сами себя обкрадывали, сами себя. Я не знаю, как-то я не могу в себе поменять этот смысл, да, поэтому я не могу мириться с тем, когда мне начинают навязывать такие вещи, как этот. Да это все, да это нафталин, это не нафталин. Просто ты это не можешь сделать, потому ты решил назвать это нафталином. А ты попробуй выйди и сделай этот нафталин. Да просто не сможешь. Действительно. Марьян, вы были идейным вдохновителем нового проекта «Голоса большой страны». Одна из, только одна из. Хорошо. Чего вы ожидаете от этого проекта? Идейный вдохновитель вообще, все, что сделано с этим проектом, это, конечно, Владимир Валентинович Поляков. Это уж точно не я и точно не мы. Мы только дико обрадовались, когда вообще этот проект появился. Потому что все началось с фильма. После третьего «Голоса», «Голос 3», нас пригласил Владимир Валентинович и сказал, что он дюжель любит талантливых людей и надо что-то делать. Где? Уже третий голос прошел. Где вообще все эти таланты? Где? Почему они дальше-то? Их не видно, не слышно. Давайте замутим, говорит, фильм. И вот изначально задумывался, конечно, как многосериальный, многосерийный фильм. Но ничего-то там не получилось. Не скажу что, потому что не знаю. Знаю, но не скажу. А, ну вот, знаю, но не скажу. Вот. Я... Это такой был глоток свежего воздуха, потому что, когда в тебя верит такой человек, когда он хочет тебе помочь, и не только тебе, а твоим коллегам, действительно, каждый из которых вообще достоин сцены, достоин того, чтобы именно их крутили каждый день, и именно на них воспитывались, там, поколения, потому что они служат музыке в первую очередь. Они делают вид, не занимают чье-то место, не покупают, а они прирожденные, да. И когда все-таки случился этот фильм, мы так потом тосковать начали по продолжению какому-то, действительно потому, что мы... Не получилось в фильме, но чтобы мы хотели, чтобы получилось. И вот все никак мы не утихали в этом. Все друг друга подогревали чем-то, еще что-то. И вот возник такой проект, как продолжение. И этого уже в рамках... Уже прошло достаточно времени с тех пор, и много чего изменилось, что дало нам вообще мысль о том, что мы немедленно это должны делать, потому что, действительно, чем дальше, тем страшнее. Значит, и... Во всяком случае, находить таланта и помогать им проецировать их и транслировать, можно попробовать. Действительно, заинтересовать других ребят в том, что учиться никогда не поздно и есть ради чего. Уж сколько их Упало в эту бездну Разверстую вдали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok